Здравствуйте! Вы смотрите эфир российского информационного канала в студии Артём Петров. Сегодня мы поговорим об образовании. В последние три года достаточно тесная связь налажена между Астраханским государственным университетом имени Татищева и Луганским государственным университетом имени Даля. Но вот теперь эти отношения выходят на другой, качественно новый уровень. Как это все будет происходить, мы поговорим с гостем студии Виктором Рябичевым, ректором Луганского государственного университета. Виктор Дронович, здравствуйте! Здравствуйте! Действительно три года вы тесно поддерживаете контакт с Астраханским госуниверситетом. Разница всего в одну букву и в сотни километров, но связь тесная. Да, связь очень тесная. И я должен сказать, я горжусь тем, что нас связала дружба. Ну, безусловно, сначала Константин Алексеевич с ректором мы познакомились, и наша дружба, она крепкая. И в связи с этим вот у нас наладились отношения, мы строим программы. Два государственных вуза, как вы и сказали, действительно. Два побратима. Безусловно, у нас есть общие программы, безусловно, у нас есть общее намерение. И по-другому нельзя. Мы будем работать, мы будем строить свои учебные программы, мы будем стремиться, чтобы наш ученый мир, наших двух вузов тесно трудились, выполняли и программы по обучению, по двойным стандартам. Собственно говоря, благодаря вот этой связи возникла возможность общаться более тесно. Мы начали делегациями обмениваться. Наши ученые начали приезжать сюда. И, побыв в университете, они приезжают домой, рассказывают, как хорошо, какие лаборатории, какой коллектив. Ну, это просто. И ученые с государственного университета, да, еще к нам приезжают. Мы рады. Вы понимаете? И эта дружба постоянно завязана. Проходит время, приезжает делегация. Проходит время, мы рады встречаем, строим программы. Мы вот так проводим круглые столы, конференции, посещение кафедр. Ну, вот в тесной работе, в тесном контакте, взаимопонимании. По-другому я бы не сказал. Вот мы строим общее наше сотрудничество. Потому что это и двойные дипломы. Нас это очень заинтересовало. Наши студенты учатся здесь. И это правильное направление. Мало того, наши преподаватели постоянно, вот мы практику завели, переподготовку здесь делаем. Тоже приезжая, побывая здесь, они рассказывают у нас в Луганске, как им понравилось, как они общались, как они проводили занятия, как они было распланировано. Вот это вся программа. Но только вот в таком взаимодействии я другого не вижу. Вот тогда мы действительно сделаем для наших студентов действительно прекрасное будущее. Вот мы уже упомянули о том, что вы три года дружите между университетами, налаживаются связи. Насколько я знаю, вы в первый раз в Астрахани. Про рассказы, наверное, только слышали, да, ваших сотрудников, которые сюда приезжали. Этот ваш приезд, чем он связан? Какие конкретные задачи вы будете решать здесь? Знаете, действительно так. Я всегда думаю, какой прекрасный город. Приезжают коллеги, ну и рассказывают. А я думаю, боже, ну как, вот надо поехать, надо поехать. Особенно весной, да? Да, особенно весной. И вот я приехал, я посмотрел город. Вы знаете, я восхищен красотой города. Я восхищен людьми, я восхищен учеными, я восхищен вот этим преобразованием. Ну, действительно, красота. И я когда приеду к себе, я обязательно всем расскажу. Вот я прошел и по набережной, я прошел, проехал по городу. У меня такие впечатления. Я говорю, боже, а чего я раньше не смог приехать? Ну, в связи с тем, что работа накладывает свое. И вот так вырвать время я не смог. Но, учитывая, что у нас мы наметили ряд проектов, которые надо нам вместе выполнять, я думаю, ну, надо приехать к своему коллеге. Он ко мне несколько раз приезжал, а я не раз. Мы сейчас говорим про Константин Алексеевича. Константин Алексеевича. А он постоянно говорит, ну, приедь, ну, приедь. И я говорю, Константин Алексеевич, приеду. А когда приехал, посмотрел, я восхищен. Я благодарен ему. Он мне сделал... Он прекрасный экскурсовод. Он прекрасный знаток города. Он рассказал такие вещи, ну, только он может так рассказать. Ну, спасибо ему за это. А вместе мы еще сделаем еще намного больше. Ну, преобразовывается и ваш университет. Насколько я знаю, в этом году вы будете принимать абитуриентов уже как российский вуз. Поправьте меня, если это не так. Там будут действовать такие же требования, да? Вот те же результаты ЕГЭ или как? Значит, будут такие требования действовать, как и в Российской Федерации везде. Мы практически, начиная с 15-го, 16-го года, мы начали переходить, все вузы республики начали переходить на российские стандарты, на российские программы. Мы полностью подошли к тому, что сейчас мы... Это сложный процесс. Это слово, это не легкий, это не быстрый процесс. Вот к этому мы готовились, будем говорить, годы. И, наконец, вот с апреля месяца принято решение, нас передадут уже, мы станем федеральным вузом, мы войдем в большое наше министерство. И, ну, все, у нас 8 вузов, они распределятся по министерствам, ну, вот два вуза войдут как раз в наше министерство образования на российской федерации. Да, да, вы говорили, упомянули двойные дипломы, может быть, сможете расшифровать, что это значит? Смотрите, вот я начну немножко сначала, когда в 15-м году стал вопрос выдачи дипломов, но всех ребят и родителей беспокоят, какой диплом будут выдавать. У нас диплом выдавался Луганской народной республике. Но время идет, говорят, нет, ну, подожди, ну, давайте, мы же уже ближе к России, вот мы вот входим, давайте, давайте, российские дипломы. Мы обратились к руководству, и было ряд встреч, и в Министерстве образования, и в Государственной Думе, и было принято решение, ну, давайте мы подумаем, где родственные вузы в России найдут, наши вузы найдут там. И там постараемся защищать наших студентов. Вы знаете, действительно, это было оперативно принято, и мы своих студентов, ну, в первую очередь, безусловно, куда мы начали? Это кто ближе, там, начиная, Липецк, Воронеж, Ростов. Ну, Астрахань-то подальше. Ну, Астрахань подальше, но мы связи, что они не теряются, потому что ученый мир, это такое-то, вот первое, что это ученые находят точки соприкосновения и связи восстанавливаются. Это наука, это журналы, это статьи, мы же изучаем, что пишут ученые здесь, в Астрахани, что пишут в Воронеже, везде. И одним словом, наши студенты, начиная с 2015 года, начали защищаться в Российской Федерации. И он получает два диплома Луганской Народной Республики и по направлению, по выбору или в Воронеже, или в Ростове, или в Липецке. Собственно, там, где ближе, пошли по пути, не так, что давайте мы замахнемся на Дальний Восток, да, это же неверно будет и неправильно, а там, где пока поближе. И по этому пути, и мы по 600 человек студентов каждый год начали возить. Слушайте, это очень похоже на российскую систему ЕГЭ, где ребенок учится в одной школе, а ездит сдавать экзамен в другую. Понимаете, вот опыт, наработка, вот оно, взяли лучшее, давайте по этому пути. Для студентов это же тоже очень тяжело, то есть ты со всеми своими знаниями едешь к чужим людям защищаться. Готовишь диплом, защищаешься. Защищаешься, да, здесь работу защищаешь, которую ты сделал, там едешь. Двойной диплом и двойная работа получается. Да, да, но самое главное, вы знаете, были такие случаи, вот пример в Липецке. Приезжает группа, я привожу группу 20 человек. У меня защитилось опять на красный диплом, а там 6. Там комиссия государственная посчитала, нет, 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 вот эта работа прекрасна, это отличная работа. И вот я понимаю, что действительно и мы готовим прекрасных специалистов, прекрасных студентов, потому что оценивает их другие вузы. И они видят, да, действительно, вот эти ребята, прекрасные специалисты, получают прекрасное образование. Мы горды этим, потому что, значит, недаром мы трудимся и недаром воспитываем наших студентов. Смотрите, немного дилетантский вопрос, но это же получается, что у этих двух вузов должна быть приблизительно схожая программа для того, чтобы студент по одному направлению мог защититься в другом вузе. Вот поэтому мы, прежде чем к этому подойти, мы готовим, подводим программы к единому. И вот когда отшлевовали программы, чтобы они были одни, и у нас в нашем вузе, и в любом вузе Российской Федерации, вот тогда мы начинаем работать по двойным дипломам. Безусловно, программы должны быть одинаковые, другого варианта не существует. Мы поэтому и на протяжении этих девяти лет и занимаемся, чтобы, как говорится, программа наших вузов соответствовала программам вузам Российской Федерации. Это основное стандарт. Есть стандарт. Нарушать его никто не имеет права. Как это чисто технически выглядит? То есть студент из ЛНР едет в Астрахань, здесь ему нужно где-то проживать, здесь ему нужно находить контакты. По направлению это все происходит. Ну, и вот как у нас и переподготовка всех приезжает, их встречает прекрасно. Прекрасно. Общение, понимание. Ну, я должен сказать только слова благодарности, вот как душевно относятся вот к нашим сотрудникам, к нашим студентам. Вот это действительно и студенческое братство, и братство ученых. Его не передашь словами. Это надо увидеть, почувствовать. Я понимаю, ну, я тоже когда-то был студентом, прекрасно понимаю, что такое студенческое братство. А если говорить в цифрах, то вот по преподавательскому составу, по студентам, из года в год какие это показать? Вот мы начали по студентам, у нас там 20 человек, а по преподавателям у нас 120, мы сделали переподготовку. За все это время 120 человек сюда приезжают? Ну, да. Мы же группами отправляем. А то есть ежегодно приезжают сюда порядка 20 студентов, которые защищают свои дипломные работы? Нет, ежегодно. Вот мы отправили, они обучаются, получат защищаться, а потом другая группа поедет. То есть это непрерывный такой процесс у вас? Это непрерывный процесс. Вы сейчас с Константином Алексеевичем Маркеловым рассматриваете какие-то дальнейшие перспективы сотрудничества, прям конкретные? Вот Константин Алексеевич приняли решение, и в нашем ВУЗе мы открыли представительство Государственного университета Татищева у нас в Луганске, в нашем ВУЗе. Представительство. А что это даст? Это даст, во-первых, нашим студентам выбор. Мы показываем, какой прекрасный ВУЗ, мы рассказываем, какие специальности. И видение студента, он может выбрать, придет и скажет, уважаемый ректор, ну вот я был в представительстве, посмотрел, и я заинтересовался вот этим направлением, этой специальностью. Пожалуйста, мы поможем студенту. Выбрал решение, ты можешь учиться иметь на двух специальностях, два диплома, можешь учиться у нас и заочно учиться там. Сделай выбор. А в этом поможем мы представительству. Мы же, наоборот, мы хотим этим представительством связать наше студенчество. Чем больше будет учиться здесь, так же же я, студенты, мы их приглашаем, вот я вчера встречался с ребятами, говорю, друзья, сейчас лето, к нам приезжайте, знакомы, на такие места красивые. У нас город-герой, ну молодая гвардия, мы с вами о молодой гвардии с детства знали, а вы глазами увидите, пройдете по этим прекрасным местам, мы вам расскажем, приезжайте. Мы наладили вот программы, обсудили, и вот летом у нас такая серьезная программа, которую мы выполним, и студенты с Астрахани приедут в город Луганск. Насколько, если сравнивать два университета, я понял, что, наверное, сейчас было бы правильнее показать, может быть, какую-то видеозарисовку про Луганский госуниверситет, но если сравнивать с АГУ и ваш ВУЗ, вот насколько они схожи, потому что все-таки у АГУ несколько другая специфика, да, разбросаны в разных частях города различные локации, да, но при этом материально-техническая база весьма впечатляет. Я должен вам сказать, значит, нашему ВУЗу 103 года. Вот мы издали книгу «Путь в длину и век». У нас 80 докторов наук, 400 кандидатов наук, у нас 16 тысяч студентов. Это вот за всю эту вековую историю? Это за вековую. Это вот сейчас, на сегодняшний день. На данный момент вы числите сюда? На данный момент. А если за вековую историю, то у нас до 2014 года было 120 докторов наук, научно-исследовательский университет, это крупнейший ВУЗ на востоке Украины, 35 тысяч студентов. Но с 2014 года, как говорится, сложилась такая ситуация. Часть уехала в Россию, часть уехала на Украину, часть осталась у нас. И на сегодняшний день мы имеем 16 тысяч студентов, 80 докторов и 400 кандидатов. Это огромная, огромная армия. Мы классический ВУЗ. Конечно, сначала это был технический ВУЗ, потом он начал расширяться. Мы классический, у нас одни корни, вот с нашим Астраханским государственным университетом, у нас огромные, одни направления, по которым мы идем. У нас одни задачи, но самое главное, мы вот программу построили на будущее для двух ВУЗов, которые, ну, я не буду забегать вперед, будем стараться, чтобы делать и говорить. Ведь они сделали, вот показали, вот результат, вот мы встретились, поговорили, вот айтишная программа, давайте вот тут развиваться вместе. Да, прекрасная программа. Но я о ней скажу тогда в следующий раз. Хорошо. Вы ведь еще и заместитель представителя общественной палаты Луганской Народной Республики. Вот сейчас, после вхождения ЛНР в состав России, какие основные проблемы, может быть, вопросы стоят на повестке дня? Вы знаете, да, я заместитель представителя общественной палаты, и как раз был избран, рекомендован в состав общественной палаты Российской Федерации, буквально три дня назад. И первая задача, безусловно, что касается образования, помочь нашим ВУЗам, ну, если сравнить ВУЗы, ну, далеко ходить не надо. Вот наш ВУЗ, я уже говорю наш, потому что он для меня уже стал родной Астраханским государственным университетом. Посмотреть лабораторию. Да, мы сохранили лабораторию, но уровень, понимаете, есть большая разница. Тяжелое время, военное время, мы не дали развалиться, мы не дали восстановили огромные свои лаборатории, сохранили, но насытит новым оборудованием, новой техникой. Мы обязаны. И вот такая проблема коснулась практически всех ВУЗов. И я, как буду членом общественной палаты Российской Федерации, ставить перед собой задачу, вот, безусловно, обновить лабораторию. Вот это для науки надо. Это такая база, на которой строится многое что бы. Это все строится. На обновленной технике, в лабораториях строится все. Все. Результаты будут совершенно делаться по-другому, быстрее. Потому что, ну, вы же учились, видели. Но я думаю, когда уже время прошло, там уже совершенно другие. Потому что за пять лет институт менялся, естественно. Менялся, обновлялся. А вот у нас получалось, мы сохранили то, что мы имели. А теперь, посмотрев на существующее положение, я ставлю задачу и буду над этим работать, чтобы помочь нашим ВУЗам оснаститься, сделать лаборатории современные. Потому что и задачи будут стоять более серьезные. Ну да, тем более сейчас, когда вы видите, вы путешествуете, вы знаете, какие есть лаборатории в других учебных заведениях на территории России, да? Я восхищаюсь. Я просто восхищаюсь лабораториями. Потому что, ну, это дорого стоит. Это надо посмотреть. Это надо любить. И увидишь, и потом спать не будешь. Думаешь, боже, надо это сделать. Надо обязательно это сделать у себя. Один вариант, как говорится, надо стучаться, надо идти, добиваться. Ну, наше министерство идет навстречу, оно ставит задачу, говорит, пожалуйста, давайте с Россией расскажите. Давайте, смотрите, вот вы первый раз за три года приехали в Астрахань. Ну, не будем забегать вперед. Допустим, по такому же графику вы пойдете дальше. В следующий раз, когда вы приедете, я сейчас ставлю максимальные цели, там, через три года, да? Каким бы вы хотели видеть взаимоотношения между двумя университетами, АГУ и Луганским государственным университетом, вот через три года? К чему такие, ну, основные две-три цели, к которым вы должны будете стремиться? Знаете, я был бы очень рад, если бы я через три года приехал, увидел ряд своих ученых, работающих здесь, и больше студентов, и ученых вуза Астраханского увидеть себя в Луганске. Вот это, да, общение, взаимопонимание и, самое главное, обмен кадрами. Ну, почему бы прекрасно ученые не приехали, не поработали у нас, а мы это хотим сделать. И наши ученые, почему бы не приехали, не поработали здесь. И студенты, послушав лекции здесь, почему бы год. У нас второй год вот здесь, вот по такой программе. Ну, вот я мечтаю об этом, чтобы, приехав вот сюда, в Астрахань, я увидел своих ученых, которые трудятся в вузе. И встретил коллег, я уже говорю, наш, я уже Астраханский технический государственный университет, он у меня в сердце, я говорю, наш, это мы, это мы. Так что я не разделяю уже два вуза. Ну, с какой коннотацией вы это произносите, мы уже прекрасно поняли. Да, давайте, может быть, на этом, на этой оптимистичной ноте, которая, в общем-то, так устремляется в будущее, мы закончим наш с вами разговор. И пожелаем вам, конечно же, удачи, и дай бог, чтобы все эти цели и задачи были исполнены. Спасибо, но я должен сказать, что еще раз поблагодарить Константина Алексеевича, ректора вуза, вот за тот теплый прием, за понимание. И как отнеслись ученые, вот мы сейчас, у нас было несколько совещаний, ну, это надо видеть. Вот, понимаете, та теплота, ее не передашь словами, ее почувствуют в сердце. И вот Константин Алексеевич вот так организовал, так коллективно строил. Ну, это такое понимание, такое чувство, что я просто рад, что действительно с помощью Астраханского государственного университета, Далевскому университету будет намного легче вместе работать, потому что помощь, она всегда видна. И вот та теплота, ну, это не передашь, так что я просто рад. И вот вы сказали, там, через три года, нет, я приеду в мае сюда, мы договорились. График приездов меняется. Да, график меняется, потому что я приеду с делегации, потому что я возьму своих ученых, у нас тут вопросы по лабораториям, уже теснее нужно работать, не теряя времени. То есть, в этот приезд вы только наметили цели такие, да, а следующее уже будет достаточно конкретное. Плодотворно и плотнее. Будем надеяться, что будут результаты уже этой весной. Спасибо вам большое. Ну, я вам скажу еще больше, Константин Алексеевич, уже бригаду в апреле везет к нам своих ученых. Мы договорились, все, мы готовимся к приему уже. Весна, время перемен, в том числе и в образовании. В том числе и в образовании. Спасибо большое. Еще раз напомню, что гостем в нашей студии сегодня был Виктор Адронович Рябичев, ректор Луганского государственного университета имени Дали. Мы говорили о том, какие контакты налаживаются с Астраханским государственным университетом имени Татищева. Это российский информационный канал. Оставайтесь вместе с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова